МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день у нас как сводки с фронта. Мы звоним, мы спрашиваем, значит, беспокоятся наши семьи, но нам говорят, ждите, ждите и ждите. Это продолжается уже третью неделю. Люди просто в панике. Вот просто. Другого слова у меня нет. На самом деле, семьи с детьми, многие приезжают из сел, чтобы сдать документы свои на регистрацию. Многие приезжают с детьми, проводят некоторые, платят за съемное жилье также, чтобы побыть. И с надеждой на то, что Росреестр заработает, они смогут сдать. Семья Семилет обратилась в агентство еще в середине июля. Все документы сданы, госпошлино оплачено. А вот от Росреестра до сих пор ни ответа, ни привета. Звонить туда бесполезно, потому что трубки не берут. Или берут. Очень редко отвечает то, что система не работает, и когда она заработает, никто ничего не знает. Мне кажется, подобной ситуации, наверное, очень много людей оказалось. Очень много. Ну, как всегда, нет никому делу до этих проблем. Поэтому, что будет дальше, как все это, не знаю. В областном управлении Федеральной службы, государственной регистрации, кадастры и картографии говорят, причиной сбоя в системе реестра стала авария в здании, где располагается Центр обработки данных. С 20 августа наладить работу с сайта специалисты не могут. Мы обратились в ведомство за комментарием, но на камеру с нами разговаривать отказались, прислав официальное письмо с ответом, в котором говорится. Что работы по устранению сбоев в системе ведутся круглосуточно. Предположительно, сайт должен был заработать 31 августа. Правда, пока Росреестр все так же недоступен. Из-за этого до 1 сентября в Ульяновске Центры мои документы, куда граждане могут обратиться по вопросам регистрации права на недвижимость, не могли в полном объеме оказывать услуги. По мнению сотрудников, налаживать работу Центра придется несколько недель. Ситуация крайне нестабильная. Документы, принятые для регистрации права, программа не позволяет вывести заявление, не позволяет вывести опись. Документы, принятые у заявителя в МФЦ, не видны государственному регистратору. Соответственно, он не может их обработать, и они не могут быть зафиксированы в системе. Вероятно, еще 2-3 недели будут какие-то сбои в работе. Айти-специалисты говорят, сбой в системе мог произойти еще и потому, что недавно Росреестр перешел на новую систему обработки данных. Но жителям региона от этого не легче. Они не понимают, почему из-за экспериментов, которые устроили в ведомстве, люди должны терять время, деньги, нервы и жилье. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.